Всем привет! Меня зовут Володя. Вы попали в ремонтный бокс Дринвера. Сегодня в гости ко мне пришел мой друг, сварщик не по образованию, а по призванию. И пользуясь случаем, не могу не попросить его сделать пару швов. Ждем период. Ну-ка, привет! Как дела? Отлично. Ну, хотим мы, значит, разрезать, сделать открывающуюся крышку, сделать ножки, сделать проходные отверстия. В общем, приблизительно все то же самое, что у Красти. Я думаю, сначала надо демонтировать все основные элементы с баллона. После чего мы уже посмотрим, что будем делать дальше. Дальше разметы чуть-чуть сделаем и так далее. В общем, нам тогда понадобится электродер. Обязательно. Зашкуривать мы будем щеточкой. Возьмем зачистной диск. Да? Ну и, конечно же, кучу мототретных дисков. Поехали! Погнали! Ну все, мы приступаем. Приступим мы. И что, начнем с того, что... А это что? Че не смотришь? Че не смотришь? Так. Давай, смотри. А то прокурористит. Начнем мы с того, что... Подключим. Да, да. Пойдем, где запитаться. Обязательно используйте правильный удлинитель, ребята. Правильный. Исправный удлинитель. Самый главный белого цвета. Ну что, приступим за монтажу, там все готово. Все готовы, да. Так, в баллоне. Давай определим, есть ли у нас что-то в баллоне. Нам надо вывернуть вот эту вот пимпочку, или как ее назвать. Заглушка раньше она называлась для слива воды. Да? 14. 13-14. Для слива конденсатора она называлась. Но я думаю, что она нам больше не понадобится. Поэтому мы ее демонтируем. Так же мы демонтируем заглушку на одну-вторую. Подводить ключик. Давай тряпку. Не убираю. Да убирайся со стола, со стола убирай. Так, один момент. При сливе конденсатора не забывайте, что может потечь очень большой объем жидкости, и все это разольется на стол. Не делайте наших ошибок. Академа Открываем Уфастик Академа Вообще Академа Дальше надо сразу оставаться. Это нам больше не требуется. И это тоже нам не нужно. Это нам тоже не нужно, можем это все по другу. В общем, с баллоном мы убрали все лишнее. Сейчас мы поменяем диск на зачистной и зачистим все неровности, которые остались у нас. Берем все старые прихватки, швы, все, что нам нужно и убираем краску. Ребята, если вы не знали, то диск правильно ставится красочной стороной вниз к болгарке. Это делается для того, чтобы диск потом можно было открутить легко. То есть цветной картинкой ставим вниз. Здесь будет накрыто. Ну а теперь меняем диск. И начинаем стыщать краску. Музыка. 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 Вот это вперед, ну, она типа крышка, пускай будет вперед, да, вперед крышке. Крышка, и вот сюда типа ручка. Ага, все верно. Теперь нам осталось сделать разметку под петли, петли не будем делать близко к краю, возьмем где-то пару сантиметров, там, 2-3 сантиметра, это особой роли, я думаю, не сыграет, поставим ее здесь, петля примерно, ну, там, 70, и с противоположной стороны сделаем все то же самое. Сначала сделаем, как показано у нас уже на одном из видео, не на нашем, как показано на видео Даня, он сделал сначала разрез, тем самым он избежал перекоса крышки и многого другого съедать. в общем, что, петли у нас, собственно говоря, попались такие же, как у крастера. в общем, что, попробуем разрезать? Погнали! 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 Продолжение следует... Так, теперь начнем приваривать петли, а потом все разрежем до конца, да? Давайте подготовим для этого сварочный аппарат и электроды. Его надо включить в розетку? Он вообще должен быть просто включен, а там. Вот, теперь я его слышу. Так, вверх будет у нас вот на этой петле, вниз будет вот эта петля. Погнали! Я, если что, буду смотреть через камеру, не должно вроде быть. Делаю прям две прихватки, смотрю, насколько криво приварено, визуально определяю. Самая главная техника безопасности. Чуть-чуть чисто. Равняю. И привариваю с другой стороны. Проверяем поджатки петли. Ставлю две прихватки. Почему две? Все время две ставим. Куда не коснись, две прихватки. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и прихватили две этих жилетки, на которых ляжет у нас уже решетка. Сейчас мы еще приделаем две поперечины, ну и дальше посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует... В общем, большие ножки мы варить не стали, потому что мы хотим все-таки, чтобы он был переносной, и мы его могли взять с собой на природу, например. Поэтому делаем маленькие ножички, пробуем это все сделать, чтобы это было красиво и эстетично смотрелось. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас приварим небольшие упорчики, и посмотрим, что получится. Продолжение следует... 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 Саму решетку я решил сделать из 7-миллиметровых и 8-миллиметровых прутков стальных. Раньше они служили в качестве вала от бензокосы. Нарезав нужное количество прутков, сварил каркас и начал приваривать сами прутки. Приварив все прутки, обработал все это болгаркой. Решетка встала так, как надо. А тут мне стало лень сверлить дырки и я решил их просто прожечь сварочным аппаратом. Использую термокраску и крашу баллон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я считаю получился отличный барбекю. Пойдемте-ка его и проверим. Как бы разгорается все хорошо. Посмотрим, как будет дальше. Глазки дымятся, щель вот здесь у нас, щель из нее выходит, из этой щели тоже выходит. В общем, наверное, так и должно быть, мне кажется. красотища. Какое твое мнение о своем? Если вы вдруг решили себе замутить барбекюшницу, то пойдите ее и купите! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok